Бывший глава Крымского отделения Приватбанка Борис Фиткенштейн отрицает обвинения в сотрудничестве с оккупационными властями и причастности к потере жителей полуострова своих сбережений, замороженных на счетах местного отделения банка. Поводом для этого послужило видео, на котором он заявляет о переговорах по поводу создания на базе Крымской сети Приватбанка нового финансового предприятия – Крымского банка с рублевым балансом. Я вышел в правительство с предложением создать отдельный банк на базе действующей сети Приватбанка. Это рассматривалось принципиально, оно одобрено. Я обсуждал с руководителем правительства, со специалистами. Это сложный. Это видео появилось в интернете 22 марта 2014 года и породило множество вопросов, поскольку Борис Фиткенштейн на публике больше не появлялся. И спустя почти два года после начала оккупации полуострова журналистам службы новостей «Волна» удалось встретить его в Киеве на одном из творческих вечеров. Он уверяет, обвинения в его адрес беспочвены, поскольку все переговоры о судьбе крымского отделения Привата он вел по договоренности с руководством финансового учреждения. Крымскую сеть пытались сохранить путем ее продажи российским инвесторам, поясняет Фиткенштейн. Однако в результате сделка не удалась. Вопрос о покупке одним российским банком под разделение Приватбанка. Я действительно занимался этим вопросом. Оно шло до определенного момента гладко, а потом было отменено. По какой причине была отменена, я не в курсе. Отменена она была в российской стране. А с Коломойским вы это согласовывали? Ну, это не мой уровень согласовывать с владельцами банка. Я же был менеджером. Я согласовывался с руководством банка. Российских инвесторов Фиткенштейн не раскрывает причин, по которым сделка не состоялась тоже. Однако о переговорах относительно судьбы крымского отделения Приватбанка прошлой весной говорил и российский президент Владимир Путин. Мы будем пытаться договариваться с украинскими партнерами. Пока это не получается. И Ощадбанк, и Приватбанк господина Коломойского, и его руководителя отделения в Крыму, товарища Финкельштейна, он пока не идет нам навстречу. И обороты в гривне ограничены. Это не оставляет нам другого выбора, как переходить более ускоренными темпами на рублевый оборот. В это время тысячи крымчан-клиентов Привата остались без своих средств, поскольку те были заблокированы на счетах банка. Тогда в Крыму родились слухи о том, что виновен Финкельштейн. Он эту информацию опровергает и заявляет, что и сам стал жертвой обстоятельств. Тогда людей даже не предупредили о том, что эти счета будут заблокированы. Люди оказались просто... А каких людей предупредили? Мои счета точно так же были заблокированы, как и любые другие. И мои, и работников Приватбанка. Это произошло мгновенно, и никто ничего заранее об этом не знал. На сегодняшний день имущество самого крупного из всех украинских крымского филиала Привата используется двумя российскими банками, пришедшими на полуостров и попавшими под западные санкции РНКБ и Генбанк. В их распоряжении вся банкоматная сеть Привата, его помещения и автомобили. Притом последние в том числе использовались и крымской самообороной.